здравствуйте дорогие коллеги мы с вами сегодня будем говорить об особенностях дистанционной работы с детьми 6-9 лет и в частности об обучении чтению и письму меня зовут Юлия Амлинская я основатель руководитель онлайн школы для детей билингвов которая называется Русификейт Китс это школа русского языка и дополнительного образования я также являюсь администратором фейсбук сообщества преподавателей РКИ это крупнейшее фейсбук сообщества для преподавателей РКИ в социальных сетях мы сегодня будем говорить о многом моя презентация будет разделена на несколько частей сначала мы с вами будем говорить о проведении онлайн уроков вообще о том как проводить уроки связанные с разными видами речевой деятельности или вернее как их объединить на одном занятии или как и как провести курс в онлайн формате с использованием разных технологий работая с группой в онлайн формате затем я расскажу о новых технологиях которые можно включить в ваши дистанционные уроки затем я перейду к другой теме это будут ресурсы которые вы можете использовать на дистанционных занятиях и потом еще будут некоторые дополнительные вопросы вопрос мотивации в частности потому что вопрос мотивации является одним из ключевых вопросов во время проведения онлайн занятий и так общие вопросы которые связаны с проведением дистанционных уроков для детей во первых возраст ребенка конечно первое первый вопрос который возникает обычно с какого возраста можно онлайн детям преподавать к нам записываются иногда родители детям которых например три года чаще всего мы естественно отказываем потому что детьми трех лет невозможно эффективно заниматься онлайн мы начинаем заниматься может быть лет с пяти и чаще всего позже шести лет почему это происходит естественно потому что маленькие дети не способны долго находиться перед компьютером они отвлекаются начинают вертеться включать другие вещи которые не связаны с собственно с ходом урока и это просто происходит потому что на компьютере есть много разных вещей интересных которые 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 не только тоже могут открыть и посмотреть и например они начинают рисовать на на доске в зуме или на любой другой доске не обязательно в зуме громко там петь и так далее да потому что они еще не понимают норм проведения онлайн уроков безусловно в пятилетнем возрасте родители сидят вместе с детьми помогают им уровень компьютерной грамотности у детей тоже может быть разным некоторые дети уже в 6 лет умеют включать программы связанные с видеоконференциями частности skype пользоваться скайпом в том числе и менять фон и так далее другие дети этого еще не умеют поэтому нужна помощь родители соответственно из нашего опыта могу сказать что дети уже там вот семь восемь лет они уже могут пользоваться по крайней мере программами видеоконференции если мы ведем речь о использовании кт то есть информационно-коммуникационных технологий на занятиях то здесь возможно нужно немножко подождать то есть это наверное 8 плюс зависит от типа программы конечно и безусловно здесь понадобится помощь родителей даже вот семилетним восьмилетним детям в нет в некоторых случаях не во всех и помощь преподавателя в том числе то есть обычно преподаватель отправляет родителям четкую инструкцию связанную с использованием определить использованием определенной программы и родители разбираются вместе с детьми в этой программе если в этом есть необходимость поэтому когда мы ведем онлайн занятия нам нужно совершенно четко оценить целесообразность использования того или иного ресурса связанного с новыми технологиями зачем он нам нужен что с помощью него дети освоят и причем это может быть не только лексика грамматика да это может могут быть какие-то мета предметные вещи да потому что когда мы обучаем детей коммуникации лексики и грамматики одновременно если они используют и коты они обучаются и и тому как они могут обращаться с данными программами и обычно дети это очень любят частности мы используем эту любовь детей мотивацию детей к освоению компьютерных программ в рамках ряда курсов наших на русском языке например курс компьютерной грамотности но это вот такой прям прям прямой курс связанный с компьютерами а еще конечно в рамках общеобразовательных курсов например курса занимательные извините замечательные животные и курса читаем энциклопедии когда дети создают собственные проекты на электронной доске миро или падлет мы должны понимать что когда мы используем икты на занятиях мы делаем более их более современными и возможно более привлекательными для детей и подростков потому что сейчас наши дети и подростки много пользуются планшетом и телефоном и компьютером в том числе они также делают проекты для основной школы и почему бы нам нам самим этим не воспользоваться и не сделать так чтобы дети занимались на русском языке проектной деятельностью с помощью ресурсов и кт безусловно выбор то или иной программы связаны с информационно-коммуникационными технологиями зависит от интересов детей и подростков а например если детям не нравится читать рисовать создавать комиксы то вы их не отправите на программу комиксов скорее всего и так далее да если некоторые программы трудны для детей вы наверное будете избегать их использования тем не менее необходимо избегать перенасыщенности уроков новыми технологиями потому что уже дети сидят перед компьютером соответственно уже урок проходит дистанционном формате а и если мы постоянно используем на уроках новой технологии на каждом уроке много времени то это нас все больше и больше как бы отгораживает от ребенка создает невидимый барьер а наша задача работы онлайн создать максимально комфортное с точки зрения психологии а условия для того чтобы проводить уроки у нас должно быть взаимопонимание с детьми и открытость такая да когда они могут рассказать о своих интересах вопросах проблемах учителю и когда учитель тоже может об этом рассказать роль визуальных материалов на дистанционных занятиях безусловно очень важна она важно также на оффлайн уроках понятно но вероятно на дистанционных занятиях визуальные материалы играют даже большую роль потому что детям нужен источник дополнительный источник котивации когда у них когда они сидят вот физически в классе вокруг них находится много разных предметов том числе там карандаш пенал учебник вокруг них находятся другие дети а это создает более комфортную обстановку когда они сидят перед компьютером а у них нет фактически ничего вы если вот родитель сидит рядом только поэтому опорные визуальные материалы также создает комфортную обстановку и дает детям мотивации мотивация мотивацию к изучению к освоению русского языка в случае билингла теперь давайте посмотрим дальше секундочку так если мы работаем детьми в онлайн формате нам нужно учесть еще несколько факторов во первых если у нас есть группа онлайн особенно если даже большая бывает большие группы и онлайн также какой оффлайн а бывает очень разные ситуации самая худшая ситуация которая может возникнуть в онлайн формате это большая группа детей и это несоответствие детей по уровню мы знаем что иногда бывает так что в некоторых школах руководители вынуждены объединять детей разных возрастов объединять детей которые владеют русским на высоком уровне то есть являются сбалансированными билингвами и с одной стороны и с другой стороны туда же в эту группу попадают несбалансированные билингвы и даже попадают дети которые изучают рк и русский язык как иностранные это две разные методики вот если оффлайн можно еще как-то эту группу поддержать то с моей точки зрения в онлайн формате если группа большая если есть несоответствие уровней возраста то это невероятно тяжело эта ситуация методически совершенно неверная нужно требовать чтобы было сформировано несколько небольших групп несмотря ни на что так работать просто онлайн фактически невозможно если мы работ работаем онлайн неважно со взрослыми или с детьми детьми особенно нам необходимо четко организации совместной деятельности на уроке что это значит это значит что мы не можем прийти просто на занятия и работать спонтанно мы не можем прийти и сказать здравствуйте дорогие дети как у вас дела потому что это значит что они все начнут отвечать одновременно а кто-то вообще отвечать не будет в этом хоре вы не услышите ничего и будет ужасная просто какафония и так будет на всех заданиях поэтому онлайн урок как никакой другой нужно вот четко расписывать по минутам и конечно нужно знать кто в какой момент отвечает то есть и вероятно это тоже нужно писать когда вы готовите урок то есть называть имена детей делать так чтобы один ребенок спрашивал что-то другого и делать то же самое на всех типах заданий о чем мы еще поговорим это требует от преподавателя дополнительных усилий связанных с модерацией то есть преподаватель становится модератором одновременно это тяжело безусловно еще одна трудность которая может теоретически возникнуть на таких уроках ну будем надеяться что это не очень распространено это смешанное обучение в том отношении вот в отношении той ситуации когда у нас одна часть группы детей присутствует в классе а другая часть группы одновременно с ними занимать из своего дома онлайн то есть у нас класс поделен на две части одна часть занимается онлайн а другая оффлайн на то же самом занятии это ситуация для взрослых очень сложна а для детей она просто с моей точки зрения ужасно и это невероятно сложно конечно сделать так чтобы дети общались между собой в таком формате даже если они чередуются вообще смешанный формат был привнесен на наши нашу практику сейчас связи с конечно пандемии это трудно но я думаю что на самом деле у этого формата есть будущее и в том числе для детей и он будет иметь место место скорее всего в тех случаях когда ребенок не сможет лично присутствует по какой-то причине занятия например он заболел и он просто будет включаться тогда онлайн или по какой-то другой причине там уехал временно и так далее да то есть к этому тоже нужно быть готова это отдельная ситуация конечно тяжелая личности профессионализм преподаватель это понятно безусловно нужен общий опыт работы с детьми опыт проведения уроков в онлайн формате все это необходимо и необходимо харизму чувство юмора как как может быть как никогда даже больше чем в оффлайн формате потому что мотивировать детей к обучению в онлайн формате намного тяжелее и нужно здесь использовать все методы которые у вас есть то есть мимику то есть жестикуляцию то есть смех чувство юмора да визуальный материал как мы говорили так далее это очень энергозатратно я все когда работаю с детьми всегда готовлю для родителей информационную памятку перед тем как мы начинаем онлайн занятия в этой памятке подробно описывается программа видеоконференции которой мы будем пользоваться какие у нее есть функции какими функциями будем пользоваться я включаю в эту памятку обязательно видео инструкцию связанную с пользованием данной программой это все можно найти в youtube в том числе на русском языке и я также включаю в эту памятку другие программы которыми мы будем пользоваться в рамках обучения то есть не только там zoom или skype а еще создание например программы программы связаны с созданием комиксов или созданием облаков слов и так далее чтобы родители заранее смогли хотя бы краем глаза взглянуть на эти программы и поняли с чем они могут столкнуться вообще в течение курс чтобы дети не теряли мотивацию можно их увлекать об обучение как я уже говорила с помощью средств икат и проектной деятельностью деятельности когда они осуществляют определенные проекты дома в группах подключаясь возможно к определенному сервису в он в онлайн формате это уже дети постарше да ну девятилетние вполне справиться помощью родителей тем более игровые методы обучения и безусловно если дети маленькие нужны во время урока паузы возможно музыкальные паузы когда просто они слушают музыку поют да или зарядки просто зарядки не в отношении там лексическом или грамматическом а просто физически это же зарядки когда они могут перед компьютером размяться это тоже должно быть запланировано и приготовлено заранее если детям 5-6 лет часто родители выбирают 30 минутный формат занятий даже потому что многие не выдерживают много перед компьютером а потом уже если они постарше то чаще всего это 45 минут и вот этот 45 минутный формат у нас школе продолжается наверное до возраста 11 лет примерно а потом уже родители решают у нас они выбирают 45 выбирают ли они 45 минутный формат или 60 минутный формат 90 минут пока еще практически никто не занимался за исключением курсов связанных с программированием в игровой в игровом формате при том теперь давайте пойдем по видам речевой деятельности как я уже сказал если ну говорение на уроках наверное это не самая трудная тема тем не менее как я уже сказала можем столкнуться с хором учеников особенно если группа большая в этом хоре с одной стороны вы не услышите каждого другой стороны будут молчаны которые не будут подключать камеру и просто не будут участвовать в занятии поэтому вы должны этой ситуации избежать да вот надежда замечает да что действительно хора очень плохо слышно в зуме это просто ну какофония получается такая действительно ничего не понятно каждого непонятно в этом хоре и невозможно различить кто что сказал правильно ли сказал неправильно ли поэтому это в корне отличается от оффлайн формата когда мы заходим в класс и можем сказать вот здравствуйте как у вас дела какие у вас новости и каждый начинает что-то рассказывать мы так сделать не можем и поэтому мы вынуждены называть имя ученика и не говорить вот здравствуй как у тебя сегодня дела какие новости а пожалуйста спроси там у того-то другого ученика вы называете имя конечно вы фиксируете кто когда в какой момент отвечал и сколько можно в уме а можно как-то на бумажке либо в каком-то компьютерном формате потому что вы не можете допустить чтобы какой-то из участников или там несколько участников вообще не не ничего не говорили в течение урок когда вы организуете практику диалогов или полилогов то ваших интересах организовать это с вовлечением всего класса лично моя тактика такова я говорю вот вы сейчас давайте разыграем разыграть и такой диалог и потом я прерываю детей на определенном моменте причем когда они этого не ждут я говорю вот теперь ты и ты вы продолжаете соответственно если вот та вторая пара не следила за за тем что происходило до этого она не сможет продолжать абсолютно другое дело что это довольно радикальная мера и эта мера не подходит для стеснительных детей тут нужно быть осторожным и здесь при работе детьми как никогда нам нужно понять что собой представляет каждый ребенок в том числе по характеру поэтому мы с вами говорили о памятке которая раздается родителям в связи с техническими средствами именно мы в школе часто делаем опросы родителей перед началом занятий в группе связанным вот эти опрос они связаны с детьми и то есть мы спрашиваем сколько лет учил ребенка какой уровень естественно да и мы тогда спрашиваем чаще всего да особенности какие-то особенности характера не в смысле отклонений да просто смысле ну вот чтобы родитель написал какой какой ребенок как вы можете описать своего ребенка вот так это очень очень важно в случае детей у меня появился вопрос в чате на который я хочу ответить если ребенок натрест отказывается говорить это сложная ситуация как я сказала потому что дети психологически очень разные некоторых детей удается разговорить если тема их интересует некоторые дети сначала молчат потом сами начинают говорить когда видят что не говорить не страшно поэтому самое главное это создать комфортную атмосферу для детей если совсем они не хотят говорить то возможно это повод для того чтобы беседовать с родителями вообще при онлайн работе как всегда как при оффлайн работе тоже если речь идет о детях если речь идет о детях берингвов то контакт преподавателей педагогов с родителями это ключевой момент мы не можем обойтись без этого контакта мы не можем обойтись без сотрудничества поэтому нужно все обсуждать с родителями в том числе и тактики например обучение детей дома что родители могут сделать даже не там чтение говорения письма и так далее что мы делаем как мы делаем и так далее некоторые дети действительно в группе замыкаются и перестают говорить и многих таких детей мы ждем какое-то время да и иногда переводим их на индивидуальное обучение и они счастливы этому потому что не всем детям подходит обучение в группе это не взрослые у них нет такой мотивации она у них совершенно другая у них есть психологические особенности обычно которые взрослые уже перебарывают к тому моменту и они вполне счастливы индивидуально при индивидуальном обучении вот возвращаясь обратно в начале занятий могут проводиться некие зарядки я раньше говорила физических зарядках а теперь я говорю о зарядках уже таких языковых то есть мы можем вспомнить что мы изучали на предыдущем занятии и дать детям очень короткие вопросы например подобрать общее слово к названию овощей огурец помидор морковь картофель они должны сказать овощи или найти ошибку какую-то во фразе в простой фразе или наоборот вы даете общее слово овощи они перечисляют эти овощи это я абстрактно говорю да здесь может быть что угодно в зависимости того что вы проходите можно давать безусловно иллюстрации для описания в том числе из книг сюжетных картинок мельбухов это очень интересно таким образом вы с самого начала занятия мотивируете детей к говорению можно организовать проектную деятельность связанную с говорением и слушанием эту проектную деятельность можно организовать просто вне зависимости от разных сервисов а можно можно делать это с помощью разных ресурсов икт в частности я привела здесь два ресурса ресурс storybird и ресурс пикстон storybird ресурс я так с русским акцентом говорю связан с совместным созданием истории детьми то есть они вместе подключаются к этому ресурсу и они могут писать истории вместе в группе подбирать к ним картинки из шаблонов и озвучивать эти истории а потом другие дети могут соответственно эти истории слушать и дополнять пикстон это ресурс связанный тоже с созданиями созданием ну скорее не история таких иллюстрированных небольших историй тоже может использоваться для проектной деятельности в группе про визуальной информации я уже сказала помимо вимельбухов можно использовать разные сюжетные картинки и способий в том числе для монолингвов и мемы уже для детей постарше и такие конечно нужно отбирать приличные по поводу вимельбухов это очень хорошее средство для того чтобы детей разговорить потому что многие вимельбухи это просто книги с сюжетными картинками для них нет перевода на русский язык к сожалению вот так они называются это немецкий термин и в них представлены сюжетные картинки связанные с бытовой сферой нашей жизни например есть прекрасный вимельбух который называется который имеет немецкое название потому что автор из германии он называется mein wimmelhaus mein wimmelhaus и в этом вимельбухе представлен дом с разными его комнатами внизу магазин находится и так далее и вверху живут привидения на чердаке и вообще все что представлено в разных комнатах дома нарисовано с большим юмором там есть непредвиденные ситуации бабушка которая стоит на голове 90-летняя есть кошка которая есть воры которые пытаются украть что-то из сейфа то есть интересный интересная ситуация и другой вимельбух который мне очень нравится называется не может быть это вимельбух связанные с тоже странными ситуациями возникающими дома которые нужно исправить например сменог залезший в ванну что-то там не так надо это исправить это вот мотивирует детей как варенье диалоги монологии дети могут вполне записывать дома в том числе встречаясь договариваясь родители здесь могут помочь дети могут договариваться встречаться в скайпе в зуме неважно можно использовать ресурс и записывать диалоги на определенную тему или монологии если они одни и потом учитель может проверять они могут это обсуждать на занятии и так далее и таким образом вы можете сплотить группу потому что дети у нас получается вне занятия используют русский язык и они его используют не только с родителями а еще со своими одноклассниками по этой виртуальной группе а сплотить группу детей это очень очень важно так обратно я читаю здесь комментарии интересный у меня появился обратная ситуация дети при подключении сразу начинают выкладывать все свои новости да получается хор приходится дирижировать но отключать звук не просим чтобы не стежно мотивации это очень сложная ситуация тоже такое тоже может быть дело это это наверное даже сложнее ситуации чем когда дети не говорят потому что отключить детям микрофон это значит лишить их мотивации говорения и я я бы тоже не стал в этой ситуации отключать микрофон наверное и вот просто бы наверное постепенно детей учила как-то ждать пока другой расскажет да и возможно опять же нужно про инструктировать родителей о том что дети в онлайн формате должны учиться уступать другим когда кто-то говорит и так далее да вот ждать пока человек закончит разговаривать как никогда да это важно хотя это не всегда возможно понятно вот так вот воспитывать детей тем более у некоторых детей нет понимания что такое онлайн формат да и это это трудно им объяснить они не понимают что онлайн формат и то же самое что школа или детский сад это да поэтому здесь тоже должно быть определенное привыкание и да возможно вот опять же инструктирование хотя дети постарше уже понимают там 7 8 уже получше по поводу аудирования здесь у нас руки совершенно развязаны потому что много очень ресурсов которые можем использовать дальше об этом пойдет речь можем использовать музыкальные клипы короткометражные фильмы учебные материалы которые у нас есть телепередачи рекламу до трейлеры мультфильмы и так далее трейлеры конечно к детским фильмам лучше использовать понятно трейлеры очень хорошие кстати просмотр трейлеров очень хорошее задание потому что это короткие очень видео с короткими диалогами можно например посмотреть несколько трейлеров детских фильмов выбрать один объяснить почему и так далее по поводу мультфильмы буду еще говорить какие можно использовать если я надеюсь я успею интересно интересно может быть создание подкастов коллекции подкастов или коллекции видео преподаватель вместе с учениками или учеников по отдельности можно даже вести видео дневник то есть каждый день записывать короткое видео по определенной теме или просто рассказывая свои новости или же подкасты можно даже раздать детям темы подкастов то есть например чтобы они выбрали темы там окружающий мир например или какие-то более дробленые темы более мелкие животные россии к примеру да или регион россии если дети уже постарше ну все что их может интересовать можно они могут записывать разные подкасты каждую неделю например да вот такое задание запишите запишите аудио каждую неделю на вот на разные темы это интересно потом создается такая коллекция подкастов всего класса и потом можно подводить итоги слушать подкасты друг друга и так далее программы которые можно использовать для того чтобы работать с видео для того чтобы создавать по видео вопросы ну основная программа это конечно AdPuzzle это наиболее популярная программа среди преподавателей в которой можно создавать и открытые вопросы по видео и вопросы которые связаны с заполнением пропусков в субтитрах упражнения связаны с совместной работой над аудио и видео материалами это то о чем я говорила да вот когда мы говорим о видео Это очень важно, потому что мы пишем прописям. У меня видно и слышно или нет? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня слышно и видно. Хорошо. Я не знаю, что случилось. Простите меня, пожалуйста, если это что-то у меня. Видимо, какие-то проблемы с подключением. Так, возвращаясь обратно. Да, по поводу письма, что у нас дети отказываются писать, поэтому нужно их дополнительно мотивировать к письму. Можно использовать разные методы. Я здесь их описала. Первое, о чем я уже говорила, помните, я когда говорила об аудировании, говорила о создании совместных проектов, связанных с аудированием. Те же самые ресурсы и проекты можно использовать и для создания совместных историй. Но это уже получается в печатном формате. Они не пишут от руки, а печатают. Комиксы. Многие наши, например, преподаватели включили в свою практику. Причем комиксы и рисованные, и комиксы компьютерные. Потому что у детей есть внутренний интерес к комиксам. То есть они их любят читать даже на своем втором языке. И по-русски тоже. И поэтому им нравятся вот эти персонажи выбирать, выбирать, что они говорят. Извините. И этим можно воспользоваться. Для чего нужны комиксы? На самом деле нам-то. Для того, чтобы у детей работало, конечно, творческое воображение, понятно. Но также для того, чтобы дети тренировали письменную речь. Они пишут реплики персонажей. Это короткие реплики. Это отличный способ детей мотивировать к письму. И они могут эти реплики озвучивать потом. Просто озвучивать на занятиях. Либо в некоторых сервисах. Таких как... Да, дальше пойдет речь о сервисах. Сейчас у меня есть глава. Сейчас я потом приду к этим сервисам. Да, Пикстон в частности. Что касается прописей. Мы пришли к тому, что прописи обыкновенные, которые издаются в России, очень часто не работают. Потому что в них часто приводятся непонятные примеры для копирования. Ну, сначала там понятно, там буквы, да, вот эти палочки и так далее. А потом уже приводятся некоторые примеры из классики. И они детям билинговым непонятны. Там много лексики, которые они не понимают. Особенно, если идет речь о несбалансированных билинговых. И они тело бросают не потому, что им неинтересно копировать или что-то, а потому что они просто не понимают, что они пишут. Если человек не понимает, что он пишет, это тяжело. Поэтому мы создаем наши собственные прописи с помощью сервиса Тобемом. Тобемам. Не знаю, как правильно читается. Сервис называется генератор прописи. Есть и другие генераторы прописи. И поэтому мы стараемся создавать зад... И как это все происходит? Есть у нас шаблоны, да. Есть у нас разный тип букв для того, чтобы дети могли копировать текст. Разная там вот разлиновка и так далее. И все это потом можно скачать в формате PDF. Мы стараемся включить в наши прописи, вот генерируемые этим сервисом, то, что мы проходили на предыдущих уроках. Лексико, там, диалоги и так далее. Чтобы дети то, что они вот проходили раньше, чтобы они помнят, что было там раньше с картинками, эти упражнения были, чтобы они еще и писали, думают. Мы подключаем, безусловно, книги, связанные с творческим письмом. В частности, книгу «Я писатель» и книгу «Тетрадь юного писателя» Дарька Матренко. Там очень интересные задания, связанные с написанием разных видов текстов, что тоже очень важно, разные жанры. Дети у нас должны уметь писать не только там сочинения, сочинения по картине или какую-то абстрактную тему, но и письмо другу, да. Это не экзамен, это не ТРКИ, понятно. Но, тем не менее, это интересно, чтобы дети уже в возрасте 7-8 лет учились писать письма, и дневник тоже, списки и так далее. Мы можем связать письмо и другие виды речевой деятельности. Немножко я об этом говорила, когда я сказала, что прописи мы привязываем к тому, что мы проходим на занятиях. Но мы можем тоже чтение привязать к письму, то есть, естественно, дети могут получить начало рассказа какого-то, и они могут его продолжить, или получить конец рассказа, и могут написать середину, начало вернее. А самое интересное, когда они получают начало и конец, и пишут середину. Это самое трудное, потому что здесь уже подключаются аналитические способности, понимание того, что было в начале и в конце и так далее. Есть очень много еще англоязычных ресурсов, которые связаны с творческим письмом именно для детей и подростков. Можно найти в интернете. Есть совершенно замечательный ресурс, который называется «365 Creative Writing Prompts». Я вам прям ссылку здесь дала. Я надеюсь, что потом эта презентация будет распространена, но вы нам можете найти темы сочинений именно по этим словам. Можно использовать нас для того, чтобы активизировать навыки, ну, здесь не письма от руки, а печатание, тем не менее, грамотного печатания. Микрообучение. То есть у нас дети включены в WhatsApp, например, и они между собой разговаривают, пишут на русском языке друг к другу. И мы можем давать в WhatsApp, в том числе, разные задания, в том числе, сфотографируя что-нибудь интересное, и дай этому название, составь короткий список, опять же, короткое продолжение истории и так далее. Вообще списки – это, конечно, палочка-выручалочка для детей, которые начинают писать. Можно составлять совершенно разные списки. Что я возьму с собой, например, на каникулы, или как я готовлюсь к Новому году, что для этого нужно. Или, например, рецепт, если дети любят готовить. Или антисписок, чего я не хочу покупать никогда. Можно, когда уже дети постарше, они могут вести дневник, как я изучаю русский язык. То есть, например, новые слова, которые появились в течение недели, что было интересно, что было неинтересно, что я уже знал, что я еще не знал и так далее. Могут быть разные идеи. Ну, описание картин и иллюстрации. Вимильбухи, опять же, можете сюда подключить. И мультфильмы тоже можно подключить. Так. Как вы проверяете? Проблема с проверкой прописи возникает. Да, значит, нам отправляют сканы. Нам отправляют сканы по мейлу и в мессенджерах. Да, и мы проверяем. Мы чаще всего их распечатываем, проверяем от руки. И, опять же, фотографируем и отправляем. Потому что, как мы знаем, можно, конечно, использовать PDF-редакторы, где можно вписывать правильный ответ, можно впечатывать там правильный ответ. Поэтому это не дело. А для правильного исправления нужен был бы, на самом деле, графический планшет. Поэтому да, поэтому так. Ну, если мы говорим об играх, это тоже элемент мотивации. Здесь очень разные могут быть решения, потому что некоторые преподаватели даже используют прям вот игры, самые настоящие игры, на бумаге, на картоне, игры-ходилки, которые они покупают, и дети покупают тоже одновременно. И просто эти игры лежат перед компьютером. И виртуальный кубик можно использовать в онлайн-формате. Бросается виртуальный кубик, и, соответственно, все входят фишками по этому полю и таким образом играют. Здесь преподаватель может подготовить тоже свою игру, связанную с пройденным материалом. Можно здесь еще приобрести гибкую камеру. Это камера на гибком шнуре, когда можно показывать, ну, не нужно компьютер туда-сюда двигать, да и показывать, что происходит на поле. А можно просто камеру вот так вот приблизить и показать, что там есть, и она будет так, будет сфиксирована. Про виртуальный кубик я уже сказала. Многие игры, о которых мы знаем из детства и которые могут быть важны для биллингов, есть в онлайн-формате. Это и кубики истории, но это не то, что мы знаем из детства, но тем не менее, да, это для того, чтобы составлять истории по картинкам. Донетки, крокодил, табу, элиас, воображариум, диксит, активити, мемо, все это есть в онлайн-формате, и там можно вполне пользоваться. Ну, кубики истории я уже сказала, да, колесо фортуны, это очень популярная игра, когда у нас есть колесо, на котором есть сектора, и на сектора мы наносим определенную информацию, и вот это колесо крутится, и эта информация появляется, да, и можно это использовать для того, чтобы вызывать определенного ученика, чтобы он отвечал, или для того, чтобы они говорили разные фразы, предложения, для повторения пройденного и так далее. Очень интересная игра, которую я раньше сама не знала, недавно узнала, называется This person does not exist. Это генератор лиц человеческих. На самом деле этих людей не существует, но это совершенно вот люди, как настоящие получаются. И это намного проще, чем просто искать картинки людей в интернете, да, это долго, а тут мы нажимаем на ввод, и просто получается новое лицо человека, может быть, ребенок, представители разных национальностей и так далее. Это можно использовать для того, чтобы описать этих людей, сказать, где они живут и так далее. Ну и другие методы, с помощью которых мы можем вовлекать в обучение, мотивировать именно в дистанционном формате, это использование предметов на уроках. То есть, казалось бы, да, это какой-то абсурд, мы приносим предметы на онлайн занятия, тем не менее это очень сильно мотивирует детей. Например, преподаватель может положить рядом с собой просто на стол предметы из разных сфер жизни. Ну, не знаю, там вилку, записную книжку, там какую-нибудь карту, что-нибудь еще, да, совершенно, прищепку, например. И эти вещи детям показываются через камеры, и они придумывают, например, рассказ, который соединил бы все эти вещи в одном. Или диалоги между этими предметами. Или можно там подбирать предметы разных цветов, здесь может быть много вариантов игр на самом деле. И важно, чтобы дети тоже показывали свои такие вещи и придумывали вместе с ними истории. Например, сказать ребенку, чтобы, каждому ребенку, чтобы он принес одну вещь на занятие, и потом они сделают список этих вещей, принесенных, и создадут вместе рассказ. Или сказать, чтобы дети принесли на занятие какую-то памятную вещь, важную для их семьи, если она у них есть, и рассказали о ней. Виртуальные экскурсии, безусловно, можно проводить, можно совсем виртуальные по музеям. Например, это все уже существует, а можно проводить, если дети не против, они могут рассказывать о своем, например, жилище, и так далее, о своей книжной полке. Ну и привлекать носителей языка, проводить телемосты. Есть уже много проектов, связанных с, например, привлечением людей разных профессий из России, которые детям рассказывают об особенностях их профессии. Например, повар из России, который говорит, где он работает, что он готовит, и так далее. Или там пилот, или кто-то еще. Есть и другой род мотивации, связанный уже с лексической составляющей уроков. Здесь понятно, что мы занимаемся этим обычно, да, синонимы, антонимы, аммонимы, лексические поля, о которых мы слова объединяем, да. Можно придумать рубрику «Слово дня» и «Слово недели», когда мы вспоминаем их, да, примеры приводим. Интересно очень и очень мотивирует детей сравнивать языки, особенно если у вас есть группы из определенной страны, то есть есть дети билингвы, там, из Германии, у них второй язык, у всех немецкий. И мы пытаемся эти языки сравнить, то есть есть вот какие-то непереводимые слова с немецкого, они не переводятся на русский, ложные друзья-переводчик, это уже постарше дети лет 9. Мы также постараемся сравнивать реалии Германии и России в моем примере, особенно если дети в России уже были. Так, теперь мы поговорим о новых технологиях на уроках. Я надеюсь, что я все успею сегодня, очень много всего. Во-первых, визуальная информация и визуализация – это разные вещи. Визуальная информация – это иллюстрации, картинки, фотографии. Визуализация информации – это процесс организации информации с использованием разных средств. То есть, например, облако слов, которое вы здесь видите на моем слайде – это пример визуализации информации. А пример визуальной информации – это сюжетная картинка. Облака слов можно создавать с помощью сервиса WorldArt. Это самый простой сервис для создания облаков слов. Облако слов «зачем нам нужны с детьми?» Во-первых, слова у нас красиво как-то организованы, они разных размеров. Это не просто список дать, а здесь у нас разных размеров, разными шрифтами они написаны, разных цветов уже интересно, красиво. И форма у них разная. Может быть, форма розы, может быть, форма вот такого какого-то колеса, которое здесь и так далее. Может, пегемота. Это интересно, особенно для того, чтобы проверять лексический запас детей. Например, дети у нас пришли после каникул, мало что помнят, может быть, не занимались русским. И мы им даем задание составить такое благослово вручную или в сервисе по теме каникулы. Это очень интересно, потому что дети были в разных местах на каникулах. Они напишут совершенно разные слова, скорее всего. Тут у нас будет возможность и проверить лексический запас, и что у нас стало с русским языком за это время, и сравнить. То есть облака слов – это такой пример мотивации именно к работе в группе. Коллажи могут быть применены. В частности, есть очень хороший сервис для создания коллажей в MyColleges. Коллажи нужны, во-первых, для того, чтобы поддерживать информацию в виде текста. То есть у нас есть текст, и к нему будут картинки в виде коллажа. И дети лучше понимают, так как текст проиллюстрирован разными картинками. Можно коллажи использовать для создания какого-то проекта по теме «Моя семья», например, или каких-то животных, каких-то других проектов. Интерактивные сервисы. Не буду о них подробно говорить. Об этот пазл я уже говорила. Есть WorldWall, есть TeacherMate и есть Wiser. Это для создания интерактивных рабочих листов. Я остановлюсь сейчас на сервисе TeacherMate, который связан с созданием интерактивных рабочих листов из любой страницы учебника. То есть у вас есть, например, какая-то страница в PDF. И вы ее загружаете в этот сервис. И у вас есть возможность сделать эту страницу интерактивной. То есть сделать так, чтобы дети могли с помощью мыши соединить элементы, нарисовать что-то на этом листе, впечатать что-то. То есть вы не просто сидите и смотрите на этот лист, а у детей есть возможность активно поучаствовать в... Не то, чтобы в создании этого листа, а в том, чтобы упражнения выполнять на нем. Ну, понятно, Google карты. Здесь, я думаю, что все понятно. Ну, и здесь и в Google картах я еще подчеркну, что есть возможность побродить по разным городам России. Это мотивирует, безусловно. Посмотреть фотографии просто обычных людей, связанных с разными частями света и России в том числе. И почитать отзывы о разных местах. А вот это очень важно, потому что это хороший пример разговорной русской речи. Но здесь, конечно, нужно, я думаю, как-то отбирать, потому что некоторые не очень корректные. Но дети вполне могут почитать отзывы, например, о музее Дарвина в Москве или об Эрмитаже в Петербурге. О комиксах я уже говорила. Вот у меня вылетело с головы название «Sweep Creator». Это бесплатный, это сервис по созданию комиксов. Про интерактивные истории я уже говорила. Останавливаюсь тогда на таймлайнах или лентах времени. Сейчас уже есть перевод русский, слава богу, для этого слова. Здесь вы можете видеть пример на слайде, что такое таймлайн. Это очень детей увлекает, опять же, потому что это проектная деятельность. А что такое лента времени? Это отрезок, на котором есть насечки. И с каждой насечкой связана определенная дата. И вот к этой дате можно еще добавить фотографию или любую стороннюю ссылку. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы описывать семейную историю, например. Или биографию известных людей, россиян и нероссиян. И когда дети уже постарше, можно и истории разных компаний сюда тоже добавить или какие-то исторические события. Теперь еще один раздел – это ресурсы для онлайн-уроков. Это тоже ключевой момент, потому что на онлайн-уроках нам не обойтись без онлайн-ресурсов. А онлайн-ресурсы тоже должны детей мотивировать. Это значит, что они должны быть виртуальными, интересными, содержать визуальную информацию. Я просто здесь привела некоторые примеры ресурсов, которыми мы пользуемся. Возможно, вы пользуетесь другими. Я думаю, что когда презентация будет разослана, у вас будет возможность просто посмотреть все эти ресурсы, потому что все, что синим у меня цветом указано, это можно открыть. Лучшие фотографии России. Можно это найти прямо в поисковике. Это сервис, сайт, скажем так. Сайт, который связан с огромными коллекциями лучших фотографий России разных годов. Причем эти фотографии разделены по разным тематикам. То есть есть природа, есть люди, есть города и так далее. Это очень интересно, конечно, с точки зрения еще Ленинг-Восстановедения. Ну и для описания фотографий и так далее. Есть онлайн-высков картин русских художников. По-моему, стоит называть Art Gallery. Можно найти это. Очень большая коллекция картин русских художников. И еще описание, биография этих художников, описание картин и так далее. Есть еще совершенно замечательное приложение для мобильных телефонов, которое называется «Русская живопись». И там все очень быстро можно найти по просто поисковику внутри этого приложения. И можно найти краткую информацию о художнике и вот его картины. Наверное, это даже проще, чем работать с онлайн-выставкой русских художников именно в компьютерном варианте. Инфографика некоторая может понадобиться на занятиях. Ну и коллекция комиксов. Это очень хороший сайт на русском языке. Там только комиксы на русском языке. Сайт называется comics.ru. И другие ресурсы. Здесь я все объединила. Здесь что я могу выделить? Ну, это будет все доступно. Вы можете все это видеть. Здесь бы я выделила, пожалуй, ресурс «Бариус», потому что на этом ресурсе есть огромные коллекции настольных игр для детей. И огромная коллекция журналов старых уже. Вот коллекции «Мурзилка», «Юный натуралист». Этим материалом можно вполне пользоваться на занятиях. Сейчас уже созданы виртуальные туры по музеям России. Большая коллекция виртуальных туров. Не только по Третьяковской галереи и Эрмитажу. Есть еще по музею Дарвина и по многим музеям, которые связаны именно с естественными науками. Это интересует обычно детей. И можно некоторые материалы брать из цифрового лингвослановедческого словаря, который называется «Лингвослановедение России». Это вообще для взрослых, но тексты вполне оттуда можно брать. Они хорошо адаптированы для разных уровней языка. По поводу мультфильмов. Мультфильмов огромное множество. И здесь я лично при работе с билинговыми обращаю внимание на несколько моментов. Первое, это, конечно, лингвослановедение России, чтобы мультфильм содержал что-то связанное с Россией. И второе, это окружающий мир и вообще мир, страноведение мира. Вот мультфильмы, которые мы смотрим, это «Мульти Россия», это путешествия по регионам России. «Гора самоцветов» – это тоже регионы России и сказки регионов России. Мультфильм «Домики», архитектура России и мира, история России для детей, волшебная кухня – это рецепты со всего мира. «Веселые биографии», интересные, это известные люди. «Путешествуй с нами» – это такая передача. В свое время было это путешествие для детей по Петербургу, Москве и Золотому кольцу. И так далее. Здесь я вам привела на всякий случай большой список мультфильмов, там можно, если чего выбрать, если вам что-то нужно такое отдельное. И существует детское радио, да, и так далее. Дальше у нас есть «Чегостик», «Курубамба», «Карманные ученые» – это подкасты. «Карманные ученые» – такой подкаст интересный, связанный с наукой именно для детей. Это можно использовать в качестве аудирования. Можно найти также примеры передач с каналов «Моя планета», RTG – это «Рussian Travel Guide», это «Только России» канал. «Москва-24», «Культура», также канал «Поехали», который тоже посвящен России. Очень много интересных передач, документальных фильмов, которые, некоторые из которых подойдут детям тоже. На нашем сайте, на сайте нашей школы, у нас есть блог, в котором мы публикуем книжные обзоры, мы публикуем советы для родителей, билингов и преподавателей, подкасты для билингов и рабочие листы бесплатные, которым, собственно, этим блогом тоже можно воспользоваться. Ну и вот и так далее, можно будет здесь посмотреть, что еще есть. Давайте теперь о чтении. У меня осталось немного времени. Какие проблемы возникают у преподавателей, которые преподают чтение в онлайн-формации? На самом деле, эти вопросы пересекают частично с теми, которые возникают у преподавателей, у родителей, когда они работают в оффлайн-формате с детьми. По какому букварю работать с билингами? Здесь вообще правильного ответа, конечно, нет. Есть специальные буквари для билингов, например, букварь Елены Агеевой, букварь для умнички. А есть буквари, совершенно обыкновенные для монолингов, букварь Жуковой, самый популярный. И здесь нет правильного ответа, потому что разным детям нравится разное. Единственное, что букварь Агеевой просто адаптирован к использованию с билингами в том смысле, что тексты упрощены и есть у детей такие международные имена. Понятно, что это не только для детей монолингов. Первые книги для чтения, вот после букваря уже, тоже очень сложный вопрос, потому что из моего опыта могу сказать, что многие дети отвергают слоговое чтение. То есть когда у нас возникают, знаете, такие книги, там моя первая книга и так далее, когда у нас есть вот это разделение на слоги с черточками или вот с вертикальными черточками, некоторые дети этого очень не любят, они не могут сосредоточиться на каждом слове, они не понимают его смысл тогда просто. Поэтому вот таким детям, которые отказываются, такие книги, конечно, не годятся. Чем мы обычно пользуемся? Мы пользуемся книгами Татьяны Тани Руситы и маленькие коллекции маленьких книг, очень простых, это тоже мы делаем в онлайн формате, то есть дети это покупают просто, и мы просто перед экраном сидим в бумажном формате, ничего в этом плохого нет, наоборот. Даже когда мы занимаемся онлайн, если у детей есть книга, вот, которую они могут потрогать, это не так плохо на самом деле, да, то есть все, виртуальный формат, с моей точки зрения, даже если вы занимаетесь онлайн, не стоит переводить. Вот, а потом еще, конечно, книги, посвященные котенку Шмяку, это целая серия книг, это переводные книги, тем не менее, они написаны с юмором, интересные картинки красивые и так далее, которые тоже можно использовать. Ну, с чечением послокам я сказала, что это отвергается многими детьми. Так же, как и родители, учителя на уроках читают вместе с детьми, то есть, как мы делаем, да, то есть часть фраз читает там родители, преподаватель, а ребенку интересно узнать, что будет дальше, и он, соответственно, старается прочитать то слово, которое осталось. Особенно это интересно, когда мы читаем стихи, потому что ребенок, вот, он хочет подумать, какая там может быть рифма к тому слову, которое было раньше, ему легче просто читать это слово. Теперь очень интересная такая вещь, да, наши билингвы, они лишены наших реалий российских, и, а нам важно, чтобы реалии присутствовали даже в онлайн-формате. А как нам это сделать? Мы берем из интернета вывески, как у Маяковского было, да, вывеска на то и есть, надо вывеску прочесть. И вот мы пытаемся создать для детей то же самое, то есть мы берем из интернета пример вывесок в наших городах разных, и делаем такой коллаж с вывесками, они эти слова совершенно прекрасно читают. Или название предметов, например, в интернет-магазинах тоже могут прочитать прекрасно, одежда, мебель там и так далее. Вот такой коллаж. И, конечно, нужно учесть, что неважно в онлайн-формате, главное не быстрота чтения, а понимание прочитанного. Поэтому мы не только читаем, но и обсуждаем всегда. Теперь, ну, чтение, да, когда мы читаем, нужно вовлекать обязательно всю группу. То есть, это значит, что, помните, я говорила с вами о диалогах, когда мы перерываем детей на каком-то месте, и говорим, вот вы продолжаете теперь, то же самое я делаю с чтением, и когда дети уже постарше, мы даже читаем все группы, один текст, и я говорю, чтобы одна часть группы готовила вопрос от другой, чтобы никто не был исключен из этой группы, никто не отключился технически тоже, ну, и в прямом смысле тоже, да. Вот, ну, естественно, в чтении может быть включен элемент творчества, о чем я уже говорила, когда есть начало рассказа, они продолжают, когда есть начало и конец, они пишут середину, то есть, соединение у нас чтения и письма, чтение, понимание и письма. Аудирование, да, тоже можно подключить, они могут записать эту часть недостающую и так далее. Так, чуть-чуть у меня времени осталось, я буквально, наверное, задержусь на две минуты, и мне просто казалось важным рассказать об экстенсивном чтении, то чтение это же не просто чтение, понятно, у нас есть и реалии, и можно сюда подключить к чтению и мультфильмы по этой тематике и так далее. И не только там фильмы, открытки, иллюстрации, что угодно, да. Поэтому, когда мы с детьми читаем на занятиях, важно, чтобы они понимали реалии, поэтому, если что-то обнаруживается, что вы не можете объяснить словами, то это очень просто показать, естественно, с помощью гугл-изображений. Более того, ну, например, грибы, да, очень сложно объяснить, какой гриб выглядит, а грибы встречаются иногда у нас в текстах, в связи с бабой Гой, там, мухоморой и все так. Можно, конечно, сказать, что мухомор – это красный гриб с белыми точками, да, но это не совсем понятно, что это вообще такое, да. Поэтому просто мы делимся игранами с детьми и показываем иллюстрации мухоморов и, может быть, других грибов. И главное, что если мы показываем гугл-изображение, то у детей есть вариативность. Они не видят только один гриб, который есть на иллюстрации в книге, они видят разное. Потом мы используем цикличное, так называемое, чтение, это тоже для родителей билинглов. Когда мы читаем по определенной теме что-то, да, мы стараемся вернуться к этому же предмету в другом возрасте и так подбирать эти тексты, чтобы тематика повторяла, чтобы ее, значит, мы обсудили, еще раз обсудить, еще раз обсудить, особенно это связано с, так сказать, познавательным чтением, там, с окружающим миром и так далее. И вот этот вопрос «а помнишь» у нас там было, да. Опять же, лингвокультурология сравнительная, да, как мы можем строить ведьму, вот, западноевропейскую, бабу-югу, чем они похожи, чем отличаются, богатырь и рыцарь. Вот, подключать сюда можно и виртуальные экскурсии от ТАСС, соответственно, да, и мультфильмы, и фильмы. Ну, про поводу чтения, да, я уже немножко сказала, я бы рекомендовала для чтения, в частности, книги Елены Ульевой. Это энциклопедии в сказках для детей, там, примерно 5+, на совершенно разнообразную тематику. Есть и о России, есть и о животных, о природе и так далее. Вот. Есть у нас и цифровые книги. Вот, когда мы работаем в онлайн-формате, мы же не всегда можем сказать родителям, вот, вы купите, и тогда мы начнем работать. Можно использовать и цифровые книги. На Литресе, на сайте Литреса мы можем найти совершенно замечательную энциклопедию «Моя Россия». Это 8-10 книг по разной тематике, посвященной России, народам России, чудесам России, городам России и так далее. Есть путеводители для детей по разным городам России. Есть замечательные книги, связанные с нашей историей, история наших игрушек, книга нашего детства, тоже для детей постарше, да. История сладостей совершенно замечательная, очень нравятся детям. Еще важно знать, что книги издательства «Настя и Никита» представлены на сайте издательства прямо в неформате PDF, то есть скачать нельзя, конечно, но вы можете читать эти книги, прям любую книгу, прямо на экране, можете поделиться экраном с детьми и читать. Чем хороши книги издательства? Тем, что они, с одной стороны, рассказывают вам о России, о Петербурге, о Москве, о других городах, о наших традициях. С другой стороны, рассказывают о мире. Например, еда мира, одежда мира, история денег – это то, что нужно билингам как раз. Ну и, соответственно, если мы сделаем вывод, какие у нас основные принципы создания именно онлайн-курсов и проведения их для билинговых. Во-первых, нужна внутренняя мотивация, как никогда, при проведении дистанционных курсов, потому что у детей мотивация, у них не может быть просто мотивации к изучению русского языка. Они не всегда понимают, зачем им нужен русский язык, тем более, если среда абсолютно иноязычная. Поэтому, если мы знаем, какие у ребенка увлечения, мы сможем легче провести эти курсы, эти занятия. Например, если ребенок интересуется комиксами, мы должны подумать, как мы можем предложить комиксы так, чтобы там была практика всех видов речевой деятельности. Элемент творчества – мета-предметные курсы, когда у нас есть русский язык плюс что-то. У нас есть, например, курс окружающего мира плюс русский язык. Межкультурная коммуникация, о чем я уже говорила, сравнительное. Вот это лингвострановедение – Россия плюс что-то. Россия плюс мир, Россия плюс Германия, Россия плюс Испания. Сравнение языков, реалий и так далее. И, конечно, важный элемент, мотивирующий элемент – это страноведение России для детей. Я сейчас уже закончила. Если у вас есть дополнительные вопросы, можете ко мне всегда обратиться. Мой мейл здесь, я есть в Фейсбуке. И я бы еще, я не знаю, почему я не включила презентацию, я бы еще хотела назвать две серии мультфильмов, по которым очень хорошо заниматься говорением на занятиях, но не только говорением, а еще письмом. Это мультфильмы компании Pixar, которые можно найти в YouTube. Это мультфильмы без слов, связанные часто с эмоциональным развитием, и важно, детей, взрослых. И часто детей это задевает, то есть это трогает их заживо, они хотят об этом рассказать и написать. Еще мультфильмы, которые называются «Минюскюль» или «Букашки» по-русски. Это мультфильмы о насекомых, но насекомые представлены в виде персонажей с разными характерами, они там взаимодействуют между собой, они очень смешные, замечательные совершенно мультфильмы для занятий, тоже для развития речи, для развития навыков письменной речи тоже и устной. Сейчас я напишу название мультфильмов. Во-первых, это компания Pixar, и еще мультфильм называется «Минюскюль». Тоже целая серия мультфильмов, большая, и они просто прекрасно сделаны, с юмором и так далее. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если появились вопросы. Появился интересный вопрос, давайте я прочитаю. Вам предпочитают ли они читать книги в бумажном формате и электронные ресурсы? Знаете, это зависит от того, к чему дети на самом деле привыкли. Я считаю, что должна быть какая-то комбинация электронных ресурсов и бумажных ресурсов обязательно, потому что детям нужны бумажные книги, они всегда им будут нужны, и когда родители читают книги дома, обычно, извините, они читают им бумажные книги. Поэтому эту традицию нужно продолжать. Я не вижу ничего страшного в том, что урок проводится онлайн, тем не менее используются бумажные книги. Наоборот, если переведен взгляд ребенка с экрана куда-то в другое место, здесь отдыхают глаза у него, да, и сменяется вид деятельности. Я считаю, что это хорошо. Поэтому многие дети радуются этому, им проще просто так. Я думаю, что приучать к абсолютно экрану на онлайн-уроках не стоит. Другое дело, что многие дети уже привыкли только к экрану, потому что у них есть миллион онлайн-уроков, и они предпочитают только экран. То есть сложно сказать, что они предпочитают, что нет, но мы стараемся немножко отлучать. То есть бумага у нас присутствует все равно. Несмотря на то, что там считается, что вот если это онлайн, то это все онлайн, я вот лично так не считаю абсолютно. Не считаю так, да. Что-то я еще хотела важное сказать. Вот, я одну вещь не сказала. Я говорила вам, да, о том, что может быть музыкальная пауза, зарядка и так далее. Очень важна для детей на онлайн занятиях смена видов деятельности. Но это и так понятно, я думаю, да, что они не могут там заниматься весь урок одним и тем же. И периодически им нужно давать визуальную информацию для поддержания мотивации, да. У нас есть и зарядка в начале для повторения, а потом, ну, это должно быть достаточно динамичный урок должен получаться в онлайн-формации. И распланированный, да, то есть он должен быть распланирован у вас, записан, но дети не должны знать, что будет потом, да. И, конечно, он не, с моей точки зрения, не должен быть одинаково распланирован каждый раз. Нужно менять этот вклад, чтобы дети, опять же, не теряли мотивацию. Так, вопросы, вопросы. Мои любимые, да, вот эти вот зарядки, да. Ну, я уже, да, я уже об этом говорила, мне очень нравятся лексические зарядки, когда мы, например, когда я привожу лексический ряд, дети называют лишнее слово, например, там вот помидор, огурец, виноград, морковь, картофель. Они должны лишнее убрать оттуда. Или нужно найти ошибку в фразе, да. Или нужно, я уже говорила об этом, да, но общее понятие лексического ряда найти. И я еще люблю работать, конечно, с картинками в самом начале урока. И часто я работаю с картинками, связанными с лингвистановедением как раз. То есть я даю там, например, изображение города какого-то российского. Они там пару фраз об этом скажут и так далее. Вот. А еще есть совершенно прекрасное видео, которое связано с городами России, которое называется Russia Time-lapse. И можно найти по названиям разных городов, то есть там Moscow Time-lapse или Нижний Новгород Time-lapse, Владивосток Time-lapse. И это Россия, города России, которые видны с высоты птичьего полета, с дрона. И я иногда показываю это вот в качестве паузы или в начале занятий, потом мы это обсуждаем. Там очень короткие они, минуты там две. У них есть возможность у детей посмотреть, насколько красивы наши города, не только Москва, не только Петербург, а другие тоже. И там есть еще несколько видео, связанных с природой. Вот. Это тоже я показываю в начале. Так. Интересный появился вопрос. Дело в том, что у меня есть сын билингв, испанско-русский билингв, его зовут Хуан Роман, или, если коротко, Рома. И меня тут спрашивают, не хотела бы я сделать уроки вместе с ним. Он бы очень хотел, он уже хочет. И, наверное, на самом деле, я думаю, что было бы интересно организовать какие-то встречи между билингвами, с детьми. Да, где они бы рассказывали там друг, ну, с модератором просто, не с учителем, а с модератором. Где бы они вот рассказывали какие-то свои интересные истории друг к другу и так далее, знакомились. Вот. Учили бы друг другу чему-то. Поэтому, да, наверное, планирую какой-то такой проект, но он не сейчас. Так, еще вопросы. Скажите, пожалуйста, как вы любите работать с готовыми диалогами? Я люблю их разыгрывать. То есть, как я сказала, да, я называю имена детей. Ну, сначала мы их читаем, конечно, да. Я не очень люблю разучивать информацию, поэтому мы читаем диалоги обычно, да, пароля. Я, иногда я, чтобы не было скучно, я раздаю детям роли, связанные с эмоциями. То есть, например, эту реплику нужно произнести там грустно, а другую очень весело, да, другую удивленно. А потом мы составляем похожие обычно диалоги. Ну, конечно, мы работаем с незнакомой лексикой и так далее. Вот. Поэтому, да, чтобы диалоги не были скучными, чтобы просто не читали как-то так занудно, да, монотонно, просто без мотивации, я какие-то дополнительные роли раздаю ученикам, так я уже сказала. Ага, вопрос. Переписываются ли сами ученики билингвы между собой? Есть ли для них такое мероприятие? Есть такие проекты, на самом деле, которые существуют, не наши, в Телеграме, где билингвы в теории переписываются между собой. Но дело в том, что эти проекты, они, с моей точки зрения, не очень удачно модерируются. То есть, там нет модератора взрослого, который был разбирался, извините, в тематике билингвизма. Поэтому они хаотичны, никто их не исправляет и так далее. Поэтому вот такого профессионально организованного сообщества именно для детей не существует. Нет. У меня есть чат для родителей билингвов, но это другое. Мы там обсуждаем наши родительские проблемы, связанные с билингвизмом. А так было бы, конечно, очень интересно. А что касается именно наших занятий в нашей школе, то да, дети очень часто знакомятся, и потом они и дружат, и переписываются. Но это не организовано так вот в каком-то крупном формате, а просто это происходит в локальном формате, когда дети уже на занятиях начинают дружить. Вот, вот Надежда тоже пишет, что тоже делает упражнение с ролями, да, потому что это такое получается театрализованное представление, это, конечно, очень-очень интересно, да. Так, вижу, что печатают еще. Я надеюсь, что я всем ответила. Я помню, что в самом начале вебинара был какой-то вопрос, который был связан с моими ресурсами, да. Если кто-то хочет получить мои ресурсы, вы имеете в виду, наверное, группу преподавателей РКИ, да. Просто можно найти в Фейсбуке, она находится в Фейсбуке по названию «Преподаватели РКИ Russian Knowledge Teachers». Проще всего так, потому что я сейчас, просто там нужно ссылку копировать, а я сейчас не хочу отмекаться и заходить в Фейсбук. А, сайт моей школы, да, я могу здесь написать. Так, ой, я неправильно написала, простите, мне, пожалуйста. Вот, теперь правильно, простите, это вторая ссылка, я просто случайно опечаталась. Так, какой ваш любимый и часто используемый мультфильм в работе? Я как раз люблю вот мультфильмы, связанные с насекомыми, те, о которых я говорила, называются «Минус Кюлли». И они были опробованы на разных совершенно билинговых, разных возрастов, в том числе и на моем собственном сыне шестилетнем, и он их просто обожает, потому что насекомые смешные, у них свой характер у каждого. И можно здесь с эмоциями работать, и сюжетная линия очень развита. Замечательные совершенно мультфильмы, я их очень люблю. Они французские, но они без слов. И там какие-то совершенно необычные решения, там совмещение фильма с мультфильмом, что-то совершенно-совершенно такое экстраординарное. Мне очень нравится. Они по-русски называются «Букашки». Лучше сказать по-французскому слову «Минус Кюль». Там очень много серий тоже. А что касается, если мы говорим о мультфильмах, которые уже с речью, то я очень люблю мультфильм «Домики». Об этом мультфильме мало кто знает. Он посвящен разнообразным архитектурным сооружениям по всему миру. И там очень интересный тоже сюжет. Там есть четыре домика, которые разговаривают между собой. Есть домик на колесах, который ездит в разные страны и получает информацию от других домов из разных стран. Есть очень много архитектурных сооружений именно в России. И дом «Утюг», например, в Санкт-Петербурге. И телеграф, центральный телеграф в Москве. И пожарная кланча. И чего там только нет. Очень интересно. Интересно, что не только в Москве, и в Петербурге, опять же. Ну, это для таких младших, вот тех, о которых я говорила, то есть это 6-9 лет. Это не для старших. А вот «Минус-Кюль» это для любого возраста детей подойдет. Вот. Ну, есть очень много разнообразных мультфильмов. Мультфильмов, если вы скачаете презентацию, то там есть целый огромный список из 63 пунктов. Именно мультфильмы, познавательные передачи и так далее. А что касается окружающего мира, потому что мы с вами говорили, что вот мета-предметность интересна, то я, конечно, использую курс Романа Соловьева, который называется «Окружающий мир». Это совершенно замечательный курс, который подойдет с балансированным билингвам. Это «Окружающий мир» с 1 по 4 класс. Небольшие ролики. Интересный персонаж-лисенок, который помогает ведущему. И он просто очень хорошо объясняет. У него четкая дикция. И для билингов это просто замечательно. Меня тут спрашивают о моем проекте «Печка». Я вам рассказывала о виртуальных встречах, связанных с разными профессиями, с россиянами, разных профессий. Они вот эти люди встречаются с билингвами, рассказывают им о себе, и они могут задать им вопрос, дети. У меня есть проект «Печка», который тоже связан с такими виртуальными встречами, тоже у людей разных профессий, интересных россиян с иностранцами, не только детьми, но и взрослыми. Мы его начали весной этого года, и мы будем его продолжать там. Вот по поводу скачивания презентации, это вопрос к Надежде, потому что я не знаю, как презентация скачивается. Если что, можно, наверное, обратиться ко мне, и я тогда вам ее отправлю. Еще есть в YouTube моя лекция, посвященная использованию мультфильмов именно на занятиях с билингвами. И просто у меня сегодня не было на все времени, потому что у меня немножко была не такая тема. Я сейчас, наверное, вам дам ссылку на это видео, тоже можно будет посмотреть, если интересно. Там я и рассказываю именно методики работы с мультфильмами. Сейчас, секундочку, я просто зашла. Так, сейчас мы с вами посмотрим. Да, как смотреть мультфильм, используя для ребенка. В основном, это рассчитано, конечно, на билингвов. Так, сейчас в чате размещу. Вот, это ссылка. Прямо вот в свободном доступе можно посмотреть. Я там разбираю, какие мультфильмы есть, зачем они нужны. Классификацию мультфильмов создаю, да. И рассказываю методики работы с мультфильмами тоже. Для родителей и для преподавателей. Здесь нужно иметь в виду, что моя вот эта лекция о мультфильмах была рассчитана в основном на родителей. Но там есть вещи из методики. Так, вижу, что вопросы закончились, да. Тогда я, наверное, прощаюсь со всеми. Благодарю за то, что вы пришли ко мне сегодня. Благодарю еще раз за приглашение в университет. И до скорой встречи.